Тарутинская центральная больница вследствие реформ в отечественной медицине не попала в список опорных. Тем не менее, здесь оказывают самую разнообразную помощь большому количеству человек. Летом местные хирурги спасли жизнь женщине, которую привезли с ножевым ранением. У нее был поврежден правый желудочек сердца. Подобные операции нечасто проводят и в Одессе. Леонид Йович откровенно скромничает и нехотя говорит на камеру о своем маленьком подвиге. В любой момент мы могли потерять больного, но все обошлось. Сложность только психологическая. Остальное все хирурги должны уметь делать. Помимо талантливых врачей, руководство больницы делает все возможное для поддержания на должном уровне материально-технической базы. В нескольких отделениях уже сделан современный ремонт, закуплено оборудование. Но возможности местной власти крайне ограничены, а область не спешит помогать. Поэтому не всегда получается укомплектовать медучреждение всем необходимым. Исходя из того, что увеличилось количество заболеваний в полочной железе, то стал вопрос приобретения маммографа. Еще в январе месяце мы писали, и я лично делал обращение к губернатору по приобретению маммографа. Даже был один маммограф с какой-то гуманитарной помощью, он нам не достался. Ну и вопрос стоял открытым. Это разгружают новенький маммограф. Вскоре его установят в Тарутинской больнице. Аппарат, позволяющий делать рентгеноскопию молочных желез, а также другое оборудование на общую сумму более 100 тысяч евро, удалось получить благодаря сотрудничеству общественной организации «Бессарабский дом» и меценатов из Германии, которые являются уроженцами Бессарабии. Организация «Бессарабский дом» на протяжении 10 лет занимается разными благотворительными проектами. Благодаря нашим друзьям из Германии, которых их историческая родина и их частичка сердца находятся на земле Бессарабской, нам удается реализовывать эти проекты. Сегодня пришла очень большая помощь. Это в больницу. Медицинское оборудование, которым мы буквально недавно обговаривали, даже, наверное, месяца полтора прошел разговор. Когда мы пришли в гости в больницу, спросили, в чем они нуждаются и как вообще здесь все происходит. У нас попросил Савва Степановича привезти вот такое вот оборудование. Уроженец села Серпневое, соседствующего с Тарутино, а ныне собственник немецкой промышленной компании Хеллин ГМБХ и меценат Натаниэль Рис тут же отозвался на просьбу о помощи. Поселковый совет оперативно сработал в плане оформления документов, и вот новейшая аппаратура из Германии прибыла в Тарутино. Это далеко не первый случай, когда Натаниэль Рис и его соотечественники-уроженцы Бессарабии помогают родному краю. В частности, меценат развивает инфраструктуру родного Серпневого. Построил дом, помог с благоустройством парка, а каждый школьник села ежегодно получает от Натаниэля Риса подарок. Натаниэль Рис – это уникальный человек, который очень многократно помогает Бессарабскому краю. У него огромная цель – возродить Бессарабский край. Очень много проектов, как благотворительных, так и бизнес-проектов, которые мы собираемся совместно с организацией «Бессарабским домом» реализовать в жизнь. Отмечу, что переселение немцев в Южную Бессарабию началось в 1814 году. Более столетия они обживали территории современных Украины и Молдовы. После заключения пакта Молотова-Риббентропа, когда Бессарабия была занята советскими войсками, летом 1940 года из региона обратно в Германию было выселено порядка 93 тысяч этнических немцев. Несмотря на непростую судьбу, многие из них не забывают родной край и помогают, чем могут. Вот и сейчас Тарутинские врачи вооружены новым оборудованием, которое наверняка поможет спасти не одну жизнь. Константин Гречан и Константин Нищерет, телеканал Репортер.